Всем привет, вы находитесь на канале Компьютерные Радости и сегодня я вам хочу показать как пользоваться плеером ютуба. Это видео в принципе для начинающих, как посмотреть видео на ютубе, но постараюсь удивить даже опытных пользователей. Итак переходим в плеер и давайте вам все подробно покажу. Перешел я на главную страницу ютуб и выбираем то видео которое нам понравилось и как его посмотреть. Наводим мышку прямо на видео, у нас запускается сразу же автоматическое воспроизведение, но в маленьком окне необходимо нажать левой кнопкой мыши. У нас открылось это видео вот в таком формате, это называется плеер ютуба или видео проигрыватель ютуба. Обратите внимание сразу справа у нас расположены видео, это рекомендованные видео, похожие на то видео которое мы сейчас открыли. Как видите здесь вверху у нас в черном выделено все видео, дальше у нас идет похожий контент, если мы сюда нажмем может немножко измениться и последний вариант, последние опубликованные. Нажимаем сюда, пожалуйста, потом можете выбрать здесь и посмотреть уже последние опубликованные рекомендованные видео. Итак давайте перейдем теперь обратно к плееру. Самая первая кнопка которая у нас здесь расположена, это запуск проигрывателя, то есть можно нажать и смотреть видео, если опять же сюда нажать, то у нас видео остановится. Теперь, если мы нажмем вот на эту кнопочку, у нас будет воспроизводиться следующее видео, а следующее видео у нас вот здесь вот справа расположено, то есть мы сразу перейдем вот на это видео. Теперь дальше у нас идет громкость, можно сделать тише, можно сделать громче, тут все просто. Тут у нас идет время показывается, сколько ролик у нас длиной 3.35, то есть 3 минуты 35 секунд. Дальше у нас идет кнопка автовоспроизведения видео, сейчас она у меня выключена, если ее включить, когда это видео дойдет до конца, то после этого сразу же запустится следующее видео из рекомендованных, то есть вот это видео запустится. Я обычно автовоспроизведение выключаю. Дальше у нас идет кнопка субтитры, если мы на нее нажмем, у нас появятся субтитры и те люди, которые у нас плохо слышат, пожалуйста они могут прочитать то, что говорится в этом видео, удобно, удобно. Давайте сейчас выключу и покажу, что здесь есть еще. Самая крайняя кнопка, это кнопка воспроизведения этого видео во весь экран. Если мы сюда нажмем, видео у нас раскроется на весь экран и будем его смотреть. Если вы хотите обратно его свернуть, опять же мышку наводим вот здесь вот в правом нижнем углу, выход из полноэкранного режима, нажимаем сюда и видео вернулось в обратный формат. Следующая кнопка это широкий экран, если мы сюда нажмем, у нас видео будет в широкоформатном формате и если обратно нажмем на эту же кнопку, выход из этого положения, то у нас вернется обратно наш плеер в обычное состояние. Если мы нажмем вот на эту кнопку, мини проигрыватель называется, давайте сейчас сюда нажму. У нас открылось видео вот в таком маленьком огне, его можно смотреть и тут же выбирать какое-то другое видео, закрывается ну вот здесь вот крестиком. Вернулся я к проигрывателю и давайте здесь посмотрим, что еще мы можем сделать. Во-первых здесь можно сразу же посмотреть подсказки, если их добавил автор. Вот здесь вверху, если навести вот на такой значок, автор подсказки радости частного дома. Нажимаем сюда и здесь вот они отображаются подсказки, если мы нажмем сюда, у нас запустится видео, которое рекомендует автор этого канала, то есть я. Обратите внимание, прям посередине у нас расположен вот такой значок, если мы на него нажмем сейчас, у нас получится воспроизведение в режиме картинка в картинке, то есть у нас картинка теперь отображается вот здесь вот в правом нижнем углу. Если мы хотим вернуться, нажимаем сюда вот на крестик. Все делается легко и просто и теперь самый главный пункт настройки плеера и давайте я вам здесь уже подробно все расскажу, но перед этим хочу показать очень интересную фишку. Если вам допустим мешают субтитры, вот здесь вот прям на видео и закрывают что-то, как же их посмотреть, чтобы они вам не мешали. Давайте спрячу здесь субтитры и обратите внимание, внизу под плеером расположены три точки, нажимаем на них, здесь можно нажать посмотреть расшифровку видео, нажимаем сюда и теперь субтитры у нас расположены вот здесь вот с правой стороны. Можно в принципе их прочитать сразу все, а можно просто смотреть видео и здесь читать, они будут автоматически вот так передвигаться. Вот нажимая на этот крестик мы закрываем субтитры. Но теперь самое главное в этом плеере, это же конечно настройки. Давайте полностью их посмотрим и разберем что здесь интересного есть. Итак, аннотации. Если мы выключаем аннотации, у нас прячутся подсказки и логотип канала, который вот здесь вот отображается. Если мы наводим мышку на этот логотип, здесь можно подписаться сразу на этот канал, что я вам и рекомендую сделать кстати. Также опять нажимаем на настройки на эту шестеренку, второй пункт идет у нас воспроизведение видео, нажимаем сюда. Здесь можно посмотреть это видео в замедленном или в ускоренном темпе. То есть если мы выбираем вот это вот с нулем, то это мы замедляем видео. Если с однеркой двойка, то есть в два раза скорость увеличиваем, пожалуйста можно выбрать и посмотреть в ускоренном варианте это видео. Теперь давайте разберемся с четвертым пунктом. Это качество видео. Если у вас интернет низкий и постоянно видео тормозит, то вам необходимо снизить качество видео. Вот допустим 720p поставить или 480p, тогда у вас видео станет конечно хуже качества, но не будет тормозить. Теперь давайте разберем третий пункт субтитры. Нажимаем сюда, у нас по умолчанию стоят субтитры на русском языке, но как видите автор добавил перевод на другие языки, то конечно можно посмотреть это видео допустим с субтитрами на английском языке. Теперь давайте разберем пункт параметры. Вот обратите внимание вот здесь вот написано, нажимаем сюда. У нас открылось вот такое окно и обратите внимание здесь можно выбрать шрифты, то есть выбрать другой какой-то, который вам больше нравится. Цвет шрифта, пожалуйста, если допустим видео какое-то светлое и субтитры, они у нас будут белые, конечно же на белом фоне белые субтитры будет очень плохо видно. Пожалуйста выбирайте любой цвет, который вам нравится. Размер шрифта допустим, если вы плохо видите, можно увеличить, можно также и уменьшить как видите. В общем сделано здесь все для вашего удобства, пожалуйста пользуйтесь, вот прозрачность фона, цвет окна, пожалуйста можно это все здесь изменить. Надеюсь видео кому-то пригодится, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.